Судебных приставов наделили новыми полномочиями по контролю за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций. Федеральный закон вступил в силу в этом месяце. Как сообщили камчатские приставы, кредитным и микрофинансовым организациям теперь предъявляются дополнительные требования, а служба судебных приставов как надзорный орган будет контролировать их соблюдение. Сотрудники ведомства продолжат рассматривать жалобы на действия взыскателей и накладывать административные штрафы. Теперь в их полномочия вошло и ограничение деятельности этих организаций. В прошлом году камчатцы направили в службу судебных приставов 68 жалоб. Превышения полномочий были выявлены в 24 случаях. Составлено 13 протоколов в отношении микрофинансовых организаций, 10 в отношении банков, 1 протокол в отношении коллекторского агентства. По результатам вынесены постановления о назначении административного наказания в виде административных штрафов в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Общая сумма по вступившим в законную силу постановления должностных лицов ССП составила 1 миллион рублей. Все штрафы были оплачены правонарушителями в установленный срок. При этом юридические лица пытались оспорить в суде все постановления службы. Однако суд все действия сотрудников признал правомерными, а постановления обоснованными и законными. Банки и микрофинансовые организации теперь обязаны иметь специальное оборудование и программное обеспечение для записи и хранения информации о взаимодействии с людьми в ходе возврата просроченной задолженности. Также они обязаны в течение трех лет хранить документы и всю информацию, касающуюся их профессиональной деятельности. Предусмотрены новые способы взаимодействия с должниками. Вести диалог с гражданином теперь сможет робот-коллектор без личного участия представителя организации. Важно, что такой способ общения будет приравниваться к непосредственному общению, и на робота будут распространяться все временные и количественные ограничения, предусмотренные законодательством. Все переговоры с использованием робота должны будут записываться. Кроме того, человек должен будет иметь возможность по своему требованию переключиться с бота на сотрудника организации. Новым способом взаимодействия с гражданами станет направление сообщений должникам через портал госуслуг. Этот способ приравнивается к электронным сообщениям. Для такого порядка общения потребуется, чтобы программное обеспечение коллекторской, кредитной или микрофинансовой организации было подключено к порталу государственных услуг. Также необходимо, чтобы должник подтвердил свое согласие на получение сообщений в личном кабинете на портале госуслуг. Нормативно определен порядок направления гражданам письменной корреспонденции. Она должна будет доставляться по месту жительства или месту пребывания гражданина операторами почтовой связи или курьером без непосредственного взаимодействия с должником. Новый закон устанавливает право должностных лиц службы судебных приставов по ограничению профессиональной коллекторской или микрофинансовой организации использовать один или несколько способов взаимодействия в виде личных встреч, телефонных переговоров, использования автоматизированного интеллектуального агента или электронных сообщений. Отметим, подать письменную жалобу на действия кредиторов или лиц, представляющих их интересы при взаимодействии с клиентами-должниками, можно через интернет-приемную на официальном сайте службы судебных приставов по Камчатскому краю либо письмом по адресу Петропавловск, проспект Рыбаков, дом 25.